Итак, грязная башка, но я сейчас ее пойду помою, но так как мы снимаем влог, почему нет? Итак, что же у нас приехало от DHL? О, это приехала от La Roche-Posay, а сейчас пляжная сумка вот такого цвета большого, фу, большого цвета, большого размера, голубого цвета, называется, она, видите, здесь надпись такая вот, summer bed, вот, вот, веревчатых этих, очень прикольно, потому что я люблю пляжные сумки, так как их реально можно с собой брать на пляж и кидать в них влажные платья. Так, что еще здесь? La Roche-Posay желает вам приятного лета, быстрое и эффективное очищение, мицеллярная вода для чувствительной кожи, термальная вода La Roche-Posay, интенсивно-успокаивающая маска Gidrance Intense, мульти-восстанавливающий бальзам Cicoplast B5 и эффективная защита от солнца. Gidrance Intense у нас, я так понимаю, идет в таких вот штучечках, и уже вот в этой вот штуке идет основная косметика. Да, к отпуску. А до этого, кстати, La Roche-Posay прислали еще солнцезащиту, поэтому к отпуску я готова. Теперь у меня есть travel-формат как раз-таки мицеллярной воды, термальной воды, и это у нас получается еще одна пятидесятка защита для тела. Так что такие дела, ладненько, пошла я разбирать все вот это вот богатство, которое вот у меня здесь все вот это вот появилось, а что с этим делать теперь не знаю. Пошла лучше разбирать свои богатства, дальше пошла мыться и убираться. Субтитры сделал DimaTorzok Выехала я уже после эпиляции, уже вот приехала к маме, к брату, потому что хотим сходить на нового Человека-паука. Вот, я сегодня выгляжу отвратительно просто потому, что сегодня ужасное какое-то давление, у меня жутко на самом деле болит голова, я уже выпила обезболивающее, но оно не помогло. Поэтому я сейчас мечтаю на самом деле зайти к маме и взять еще у нее обезболивающее, чтобы оно хоть как-то мне помогло. Я мечтаю еще о чашке кофе, потому что я еще голодная. Я думаю, что вам будет интересно спросить меня о том вообще, как мне лазерный пляс, потому что в периодичке прямых эфирах люди спрашивают. Я фанат стала, серьезно, мне очень нравится. Я теперь брезю где-то раз в полторы недели, раз в неделю, это, наверное, самое частое. Потому что они растут очень медленно, с учетом того, что я еще пью витамины для волос, соответственно, не только ведь на голове растут волосы, они растут, соответственно, везде быстрее. Но витамин пока что я бросить не могу, потому что я хочу все-таки длину очень сильно отрастить. Поэтому я понимаю, что если бы я еще не пила витамины для волос, они бы росли еще просто, еще медленней. Но меня этот результат уже устраивает. Конечно, после моих историй с воском до сих пор есть вырастающие волоски, меня это очень печалит. Но стараюсь-стараюсь потихонечку от них избавляться, конечно, не все сразу. Так что такие вот дела. Пойду, наверное, сейчас за братом. И уже поедем в кино. Не смотрите на мой внешний вид, просто я мало очень сплю в последнее время и много нервничаю, поэтому мой вид слегка помятый. Не суть. Мы с Димой сейчас заселились. У нас завтра свадьба, завтра торжество. Мы сейчас заселились с ним в отель Гринвуд чего-то там. Как он называется? Дим? Отель Гринвуд парк. Гринвуд парк. Ну, в общем, я вам, если что, ссылочку оставлю. Почему я вам об этом говорю? Мне никто за это не платил. Мы говорили о том, что как бы я блогер, что я буду это вообще показывать в видео. Мы это сделали просто так. В общем, мы заказывали люкс просто. Почему я вообще хочу это показать? Мы заказывали изначально люкс. Я бронировала просто через букинг. Номер люкс обошелся за ночь со включенным завтраком, поздним выездом с утра, поздним заездом сейчас. Номер люкс обошелся в 7800. Когда мы сюда приехали? Мы заселились сюда. И в конце, когда нам выдавали документы, а ключик от номера, нам сказали... Заселилась огромная группа китайцев и футбольный клуб, и мест больше не было. И внимания. Ну, да, наверное, это просто не будет слышно. В общем, заселилась огромная группа китайцев, заселилась в футбольный клуб, и мест больше не было. И нам в конце того, когда мы заселяемся, говорят, вы знаете, мы вам просто поменяли номер на амбассадор. Мы такие... А что такое амбассадор? Они говорят, ну, это номер просто чуть-чуть побольше. Чтобы вы понимали, люкс был 70 метров. Нам говорят, ну, обычно это просто посольский номер. То есть они нам без доплаты дали номер на класс выше, и сейчас я вам покажу этот номер. Значит, итак, это у нас вход. Здесь получается везде вот такой вот ковролин. Сюда вот мы заходим. Здесь у нас получается большая гардеробная. Там висит мое платье, здесь Димина костюм. Мы пока еще не до конца расположились. Соответственно, гардеробная выглядит вот таким вот образом. Здесь ящички, ящички, ящички. Ну, не будем на этом зациклить внимания. А с правой стороны здесь всякие эти включатели-выключатели. Выключатели больше. Щиток отдельно почему-то выведенный. Ну, ладно, здесь закрытая комната. Мы так подозреваем, что это комната для охраны. Сейчас вы поймете, почему. Там Димка. Димка сам согласился в этот раз наконец-то посниматься. Дальше у нас получается... Просто этот номер, мне кажется, метров 150. Серьезно. То есть это вот только гостиная. Это вот только все вот гостиная. Как бы такая вот небольшая. Здесь получается у нас холодильник. Чайничек, чашечки, водичка. Количество четырех штук. Одну я забрала уже, когда мы уезжали. Ну, там вещи дома оставить. Вся мебель, она была в таком вот, в принципе, стиле. Интересно, есть что за включитель? А-а-а! Это я, балбес, не включила до конца. И так, направо у нас получается комната... До сих пор просто вентиляция шумит чуть-чуть. А направо у нас получается комната переговорная. Здесь, я так понимаю, что можно почитать. Я просто не стала включать здесь весь свет. Вот. Ну, а теперь пойдем в мою любимую часть. Честно, я просто думала, что здесь будет одна спальня. Но я ошибалась. Значит, комодики, картина, комодики, картина. Это первая спальня, которая мне очень понравилась. Мы когда сюда вошли, здесь было очень красиво, потому что из окон офигительно бил свет. Соответственно, спальня выглядит вот таким вот образом. Можно еще включить, соответственно, вот ту вот верхнюю, насколько я помню, подсветку, но я просто решила ее не включать. Очень удобные, красивые лампы. Все в таком вот красивом, действительно, стиле. Везде висят картины, везде есть торшерчики. Можно, если что, их включить, но, честно, мне сейчас уже лень просто все входить и включать. Банкеточка. Огромная просто, огромедная кровать. Просто она необъятна каких-то размеров. Мне кажется, что она 2х2,20, а может быть, даже и больше. Телевизор с тумбой. Соответственно, рюмо. Я. Ой. У меня тут слегка кофточка съехала. Стул. В общем, большой-большой шкаф. Еще одна тумбочка. И здесь у нас получается такой вот маленький коридорчик тоже с тумбочками. У меня сильно шумит вентиляция, потому что я включила сейчас на охлаждение, так как на улице жарко. И дальше у нас получается просто, просто огромная ванная. То есть, это ванная. Ну, я вот даже, мне кажется, что здесь должен еще фикус стоять, либо там какая-нибудь туя для того, чтобы хоть как-то занять место. Две раковины. Что у нас, давайте посмотрим, из принадлежностей. Бритвенный набор. Это, я так понимаю, что гигиенический пакет. Шапочка для душа, зубные щетки, шампунь, лосьон для тела, гель для душа. Все правильно. Это шампунь-кондиционер даже. Сейчас. Ну, давай, фокусируйся. Фокусируйся, фокусируйся. Вот он. Все в таких вот очень миленьких корзиночках. А здесь светильнички чудесные такие. Вот единственное, что фен, конечно, здесь такой печальный. Вот. Но, с другой стороны, лучше такой, чем никакой. Дальше много-много полотенец. Получается полотенце для ножек, полотенце для ножек. Огромное джакузи. Толчок, биде и ванная. Пойдем дальше. А, еще здесь, если что, есть балкон. Ну, просто балкон закрытый, в том плане, что он застеклен. Поэтому не буду сейчас показывать, там сейчас темно. Если что, балкона два в комнате, которая находится с этими, с переговорной, там тоже балкон. Но самое главное, что когда мы выходим, то есть у нас там, получается, остается гостиная, там вот эта вот комната, и сюда мы входим, и здесь есть вторая спальня. Не менее прекрасная, просто она, ну, более маленькая. Насколько я понимаю, здесь кровать чуть меньше, чем там, но она все равно просто все гигантских каких-то размеров. Точно так же тумбочка, телевизор, тумбочка под телевизор. Здесь точно так же трюмо. И уже здесь, в принципе, маленький достаточно туалет относительно просто прошлой ванной. Сейчас я вам его покажу. Здесь обычно, в принципе, ванна с душевой лейкой. Вот, как-то так. Честно говоря, я просто в шоке. Нужно сейчас будет, наверное, везде выключить свет. Потому что зачем нам лишний трат энергии и все дела. Так что будем сейчас располагаться. Будем сейчас просто закажем ром-сервис, потому что мы оба голодные. Есть хотим просто постоянно, так как не успеваем нормально покушать. Приходится питаться каким-то фастфудом, потому что я не успеваю готовить. И дома я практически в последнее время не бываю вместе с Димкой. Поэтому, в принципе, мы едим постоянно где-то. Дима изъявила желание сидеть друг напротив друга. Но пока мы это не сделали, я себе заказала супчик и я себе заказала куриную грудку под соусом с базиликом, насколько я помню. Здесь вот еще что-то непонятное. Что это, я не знаю. Димка заказал греческий салат и борщ. Еще хлебушек. Сольку выхренес? А что у тебя там вкусно? То, что ты не получишь. Ну что, сегодня суперответственный день. Я думаю, что мы на этом с вами скоро сейчас будем обращаться, потому что не разрядится камера. Ну и в целом вы все равно потом увидите уже готовый результат. Лучше я уже просто спать. Готовое результат, красивое видео. Вот. И все в таком вот духе. Ну а я пошла мыть голову, потому что через час уже приедут меня красить. И все. И понеслась дальше фотосессия. О, Господи ты, Боже мой, Матери Божьей. Ладно. Дальше у нас будет фотосессия. И дальше мы уже днем поедем на площадку. Я думаю, что я не буду снимать. Я не настолько сильный видеоблогер для того, чтобы делать влог со свадьбы. Так что вам хорошего дня. И всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok